Здравствуйте! Сегодня разговор пойдет у нас о баклажанах. Подходит время, когда мы должны остановиться на выборе семян для будущей нашей рассады. Так на каких же сортах стоит остановиться и вообще какие семена бывают баклажанами? Наверное, один из самых любимых, самых таких востребованных сортов. Это обычной классической формы, вот такие вот длинные крупноплодные плоды. Но наши селекционеры не стоят на месте. Посмотрите, какие баклажаны появились на рынке белоснежного типа. На самом деле, это очень уникальный сорт, он настолько урожайный, что просто аж голова кружится, какого количества урожая они могут дать. По цветам тоже, вот смотрите, вот такая раскраска баклажан. Итак, поподробнее расскажу, что такое ранеспелый сорт. В нашей средней полосе, когда лет у нас достаточно короткое, все садоводы-огородники должны помнить, что мы выбираем сорта, у которых срок созревания плодов от момента высадки рассады в рассаде семечка в землю до рассадного периода до сбора урожая составляет где-то 90-100 дней. Это скороспелые сорта. Те, которые у нас срок созревания от 120-130 дней, это среднеспелые. И которые выше 150 дней, это позднеспелые баклажаны, которые в основном культивируются у нас в южных регионах. Но если вы все-таки сторонник позднеспелых сортов, то помните, вы должны их выращивать только в теплице. В открытом грунте они у вас просто не вызрют. Что еще хочу сказать? Если вы высаживаете баклажан в открытый грунт, вы должны все-таки выбирать вот такие мелкоплодные сорта. Они достаточно быстро спеют, отдача урожая у них великолепная, и ухаживать за ними как-то, мне кажется, немножко попроще, потому что кустики у них в основном у всех ну невысокие, где-то 78 сантиметров, ну где-то до метра. Что должны вы еще помнить, высаживая баклажаны? Баклажан относится к семейству посленого. Соответственно, мы не высаживаем на то место, где у нас до этого росли помидоры и росла картошка, картофель. Так как баклажаны поражаются теми же вредителями, болеют теми же заболеваниями, что и вот эти названные культуры. Особенно их очень любят колорадские жуки, баклажаны. При посадке баклажан, вернее по уходу, баклажаны некоторые сорта мы формируем, куст, некоторые сорта оставляем в первозданном виде, то есть как они начинают расти, так и оставляем. Но в основном почти у всех баклажан нужно удалять нижние листья, которые близко расположены к земле, чтобы не создать лишний повод для грибковых заболеваний. Так как баклажаны у нас растения все-таки короткого дня и мало того, что короткого дня, так еще и южные растения. То есть тепло, вода и свет это для них основные условия. Но сейчас созданы почти все сорта, которые не влияют в цветовой день. Что еще интересного? Мне понравились новые сорта, которые, сейчас я вам покажу, вот такого, царская икра, агроуспехов. У них баклажан вот этот, его очень хорошо используют для икры. Кто любит баклажановую икру, вот этот сорт для вас. Он так и называется, царская икра. Дальше есть баклажан, вот этот белый. Я уже сказала про него, что он мало того, что отдает отдачу урожаю, у него очень большая. Сорт Аэлита, это производитель Аэлита, а сорт называется Снежок. Мало того, что он отдает большое количество урожая, но он еще со вкусом грибов. Представляете, уникальный какой. Далее. И, конечно же, вот этот сорт, который, ну, наверное, на рынке уже много лет, заслужил уважение и признание у всех садоводов, огородников. Сорт называется Алмаз. Он есть фактически у каждого производителя. Вот у Гавриша Алмаз. Ну, ты просто, я взяла вот несколько семян агроуспех тоже Алмаз. Поверьте, ну, это сорт, он не просто заслуживает внимания. Это сорт, с которым вы не останетесь без баклажанов. То есть, беспроигрышный вариант. Это вот Алмаз. Также баклажаны бывают гибриды и сортовые. Ну, помните, да, что такое гибрид. Гибрид это то растение, в которое будет собрано все лучшие сортовые качества. Плюс он еще достаточно устойчив к всем вирусным и бактериальным заболеваниям. То есть, ну, он, скажем так, более надежный. И к перепадам температуры. Есть направление, когда томаты вывели сорта, которые не боятся морозов. То есть, вот, хладостойкие скороспелые, хладостойкие, абсолютно без горечи. То есть, при перепадах температуры, когда идет плюс-минус, цветы, завязи, вот такие баклажаны, которые хладостойкие, не осыпаются. А летом у нас достаточно часто случаются такие перепады. Поэтому вот такой сорт, внимание на вооружение, называется он сибирский скороспелый. И что я еще хотела сказать. Сейчас вот на рынках почти все баклажаны представлены фактически без горечи. Если раньше это были сорта, которые потом нужно было вымачивать, особенно хозяйки меня поймут, о чем я говорю, то сейчас эта проблема решена. И почти все баклажаны имеют мелкие семечки. Это тоже, поверьте, важно, когда вот вы делаете консервацию или же делаете икру, семечки. То есть, вот почти все тут представленные сорта, они мелкие семечки имеют. И еще хочу сказать, что баклажан это достаточно трудоемкая и капризная культура для выращивания. Поэтому, если вы все-таки отважитесь посадить на своем участке, помните, что, в общем-то, получив урожай баклажанов, можно сказать, что вы не просто огородник, а огородник уже со знаком качества. То есть, ну, это действительно сложно вырастить в наших вот средней полосы у хорошего урожая баклажанов. Поэтому я желаю вам хороших урожаев. Я думаю, что, может быть, мои советы вам пригодятся, когда вы придете в магазин за семенами. Оставайтесь с нами. Мы будем рассказывать в следующих роликах, как высаживать разные рассады культур, не только баклажан. И, в частности, баклажан тоже. Будем рассказывать о перцах, помидорах, огурцах. Оставайтесь с нами. Всего вам хорошего и хороших урожаев. Пока!